Я уже говорил, когда я сюда попал, я понял, что ребята построили мою мечту. Да, если я могу ответить так, если этого достаточно. Это место, в которое я хотел бы, чтобы попали мои дети, если они выберут профессию повара. Насколько образование важно? Насколько век, когда информация очень доступна, ее очень много, интернет, все что угодно, насколько важно получить базовое образование? Для повара, повар – это ремесленник. Если он не может делать своими руками что-то, то это не повар. Поэтому, я думаю, что надо, конечно же, получить сначала все знания, фундаменты, скажем, образования, и потом уметь это применять. А из чего этот фундамент должен состоять? Знания, дословно, знания приготовления пищи, еды, разбираться в продуктах, научиться, научиться с ними работать, научиться командообразованию, как должно выглядеть и как подготавливать на рабочее место на кухне. И много-много другое. Если не ошибаюсь, вы когда-то продали автомобиль, собрали 7000 евро, 7500 и уехали лечиться во Францию. К тому времени, насколько я понимаю, вы были не новый человек в гастрономии и не первый раз держали в нож, как наши студенты-прокурсники некоторые. Насколько это обучение изменило вас, как повара? Более того, скажу, что в середине апреля я еду опять учиться. Для меня, наверное, учиться – это суть всей моей жизни. Быть немножко лучше, чем вчера. И улучшать каждый день, каждый год. Когда я стал шеф-поваром, я… Это была очень курьезная история, когда приезжало огромное количество шеф-поваров к нам, приезжало пробовать. Они пробовали себя, рестораты не могли найти своего. И я осмелился, вышел и сказал, ребят, давайте езжу я. Приготовлю вам дегустацию и стану шефом. Приготовил ее, и всем все понравилось. Мне кажется, иногда важный момент – научиться перешагивать этот порог. То есть это больше вопрос инициативы, чем навыков. Конечно. Нет, это навыки плюс инициатива. На тот момент, когда я пошел на это, я знал, что у меня есть навыки. Я уже их имел. Я умел готовить от картофельный пюре до демигляза все. Естественно, я пошел и попробовал. Вы в пятом поколении. Да. И у вас, я думаю, не было иллюзий по поводу профессии. Вы видели в ней все еще ребенка. Да. Почему все-таки решили продолжить династию, зная все плюсы и минусы? Действительно очень много минусов в нашей профессии. Отсутствие дома, дети растут без отца, образно. Потому что ты все время находишься в ресторане. Все время тратишь на то, чтобы дарить счастье гостям. Но есть одна вещь, которая, наверное, здоровит меня каждый день. Это люди, которые съедают еду и получают удовольствие от этого. И становятся счастливее. Улыбки на лицах этих людей, которые реально, честно, откровенно дают тебе обратную связь, улыбаются. Конечно, есть и минусы. Бывают. Но чем больше вот этих улыбок тем, что счастливее, что ли, становлюсь. Я так это вижу. У нашего института есть две особенности. Первая, что у нас здесь мы обучаем студентов по программе Леонского института по любакюз. Второе, что мы находимся не в Москве, что довольно тоже необычно. Как вы думаете, как изменится гастрономия в России, когда вот эти ребята, которые сейчас сидели с вами в мастер-классе, выйдут работать на кухне? Я думаю, что университет настолько хорош, что стране придется перестроить рестораны многие, чтобы пригласить таких студентов. Я попрошу вас еще оба на вещи. Ребята еще впереди, у кого-то два, у кого-то четыре года. И это очень важное время для основления их как ремесленника, как вы говорите. Как им лучше распорядиться? На что обратить внимание? Этим временем? Да, этим временем. Учиться, учиться, еще раз учиться. Найти шефа, которому, наверное, в будущем, который им импонирует. И доверить ему, что ли, свою карьеру, свою жизнь. Все. Так сделал когда-то я, давно. И получил, собственно, то место, где я сейчас нахожусь только из-за этого. То есть это талант, наверное, только 10% успеха. Остальное это труд, каждый дневный труд, монотонная работа, улучшение своих навыков каждый день. Рекомендую обратить на это внимание. Ну и, конечно же, книги читать, смотреть по сторонам, не закрываться только на приготовление еды и видеть, что есть официанты, есть люди, есть гости. Что нужно иногда, знаешь, как в шахматы подниматься и смотреть на вещи сверху. Спасибо вам. Надеюсь, не обиде наш студентов, когда они приедут вам на стажировки, они очень этого ждут. Да, окей. Буду ждать.